Привет! Привет, Людмила, 9676. Что с Лёшей? Ничего, никакого общения абсолютно. Какая красота, как у тебя дела? Сиватская, 666. Всё отлично, спасибо огромное, мне безумно приятно. Красотка какая, просто нереально. Спасибо. Сон, не знаю, как извиняюсь. Привет, красотка, приезжай в Сибирь с удовольствием. Красотка. Куль, Нурик, 84, если неправильно, извиняюсь. Как у вас дела, Софиночка? Всё отлично, настроение шикарное, сейчас отдыхаем. Привет из Казахстана, привет Казахстан, вы переехали? Нет. Неземная какая стала, спасибо. Спасибо. Зачем вся переделалась? Была милая. Я сейчас ещё милее, я так считаю. Звука нету, не знаю. Красиво, ты красотка. Будешь нижнюю челюсть исправлять зубы? Да, брекеты буду ставить, думаю. Так ты в Сочи? Конечно. Как на личном? Всё отлично. Отлично. Куда вы переехали в Сочи? Мы в Сочи находимся, мы никуда не переехали. Так сложились обстоятельства наши. Танюша, как у тебя дела с вождением? С вождением вот буду сдавать экзамен. Танюша, счастливая такая, спасибо. Хочешь быть счастлива, не возвращайся в унизительное болото. Нет, конечно. Привет, привет, Екатерина, 51-17. Вы живёте сейчас на Лёшиной квартире? Нет, на съёмной. С Безосом общаешься? Нет, никак совершенно. Закончили общаться месяц назад. Поддерживаешь Юлию Фременкову в её ситуации? Конечно. Понимаю всю ситуацию, поддерживаю. Почему не перестала с ним общаться, когда тебя выгнала с квартиры? Не знаю, это чувство было. С кем ты красотка? Я пока ни с кем, пока есть у меня очень сильная симпатия. Что с новым парнем? Он не считается мне пока что парнем, но очень-очень хорошо ко мне относится, уважается, будет. Желает спокойной ночи, сладких снов, всегда на связи. Ты очень хорошая, сияющаяся, так держать. Спасибо, ты лучшая, доченька супер. Екатерина, спасибо. Нашла парня? Нет, парня ещё не нашла. У вас появился парень? Нет, он пока не парень. Пока молодой человек, который просто сводит меня с ума. Привет, Татьяна, как у вас дела? Мария, здравствуйте. Всё хорошо, как у вас дела? Сами укладывайте волосы? Да. Накручиваю, потом расчесываю. Всё слегка лаком, и всё. И готово. Авокадо, привет, авокадо, привет, моя любимая. Я посылаю тебе поцелуйчик. Где Афиночка? Она вот в колясочке сидит. Где Афина? Где доченька? В колясочке. А вы читайте мой смс? Гульнурик, 84. Не помню, честно. Ты очень красивая. Екатерина, 5117. Спасибо, твоя прическа отпад. Я вас обожаю. У вас есть няня, кто помогает с дочкой? Да, няня сейчас в данный момент со мной. Как вам Сочи? Шикарно. Я, вы знаете, пожила в Москве и в Сочи. Конечно же, я выбираю Сочи. По климату, по красоте, по комфорту. Юльке привет. Хорошо. Привет, дорогая, хорошего вечера. Авокадо, привет, моя любимая. Взаимно, взаимно, бусинка. Обещай не выходить до последнего зрителя. Ой, это будет сложно. Таня, я тебе писала в ЛС, так и молчишь. Марина Лагуна. Как-то так, извиняюсь. Я посмотрю. Нет, это восторг от того, что читаете мои смс. Спасибо. Какие же вы с доченькой умнички. Обожаю вас, Танюша. Можем как-нибудь списаться. Можем обязательно. Почему на доме говорят, что ты ше? Не знаю. Привет, Сармавир. А ты очень красивая и умная. Спасибо. Привет, Армавир, Маргарита. Что решили с переездом? Уедете из Сочи? Пока не знаю. Я не знаю. У меня бабушка говорит переезжать в Краснодар. Я смотрю квартиры. Не могу вам сказать правду. Счастливая красотка. Спасибо. Безус общается с ребенком? Нет. Голос красивый. Спасибо огромное. Мне безумно приятно. Добра. Спасибо. Ты красотка. Прям огонь. Раньше совсем другая была. Безус что-то там искать будет. Марина Лаги. Лугина. О, Господи. Простите. Привет из Ставрополя. Привет, Ставрополь. Я просто пытаюсь быстро всех прочитать. Почему в Краснодар? Ну, там как бы, мне кажется, возможности немножко побольше. Да, там нету моря. Ну, возможности в плане возможностей получше. И в плане съемок квартиры подешевле гораздо. И квартира получше, побольше. А то хочется, чтобы ты мой смс не пропускала. Я обязательно прочитаю. Напишите мне смайли у директ. Привет из Молдавии. Ого. Привет, Молдавия. Привет тебе из Азербайджана. Ты просто шикарна. Я вас обожаю, мои хорошие. Была в Омске? Доченька за нас поцелуем. Мы вас любим. Сейчас подошла, но она с няней сидит. Танюша, как малышка разговаривает? Разговаривает на своем, да. Уже что-то пытается говорить. Отдай, мама. Он без вас зачем беременна? Приветик из дождливого славянска на Кубани. Танюша, счастья тебе, спасибо. Обожаю. Не устают глазки от линз? Ну, немножко под конец уже вечера. Привет тебе из Оренбурга. Привет, Оренбург. Привет из Караганды. Привет. Безус платит элементы? Нет. В своем умеешь. Ты что? Авокадо. Неадеквата. Удали оскорблять. Да пофиг, пусть оскорбляет. Жизненно недоволен человек. И дай бог. У вас линзы? Что за цвет? Да, линзы черный цвет. Все, покажу. Мои глаза голубые, линзы черные. Я, кстати, вот многие спрашивают про линзы. Сейчас оставлю контакт в истории. Поэтому заходите, смотрите. Заказываю у них вообще постоянно. В одном магазине. Больше никому не доверяю. Потому что линзы, ну, очень хорошие. Не портят глаза. Счастья много вам с дочерью. Желаю спасибо. Танюша, привет с Украины. Улыбка твоя прекрасна. Привет, Украина. Как у вас там? Как обстоят дела? Все хорошо. Зубы бы. Зубы я буду исправлять. Танюш, ты будешь подавать на алименты? Нет, конечно. Зачем? Мне это не нужно. Сначала казалось, что ты другая. А вот Безус просто пользовался. Кто его знает, что было у него в голове? Мне кажется, он все-таки, ну, где-то он искренне относился ко мне. Таня, запрещаю ему общаться с дочкой. Он недостоин. Ну, знаете, как будет, так будет. Я не могу запрещать общаться. Потому что это тоже его ребенок. Я вот сейчас не запрещаю. Он не общается, он не интересуется. Ну, дай бог, пусть так и будет. Ой, спасибо, красоточка. Прям показала линзы. Так приятно. Я обязательно оставлю контакт сейчас после прямого эфира. Линз, потому что очень многие спросили. Вот я всегда в Москве заказываю. Они мне доставляют почты. Ой, с деком. А нет, почты. Почта России. Очень хорошие линзы. Там вообще, там у них большой выбор. Любые, какие хотите. И цена хорошая. Ему это не нужно. Ну, да. Видимо. Где одеваешься? Ой, ну... Вообще в разных магазинах. В основном в Шелке, в Сочи. Привет. Привет. А вы очень классные. Все будет хорошо. Спасибо большое за платье на 22. На что ты живешь? На деньги. Подавай на алименты. Он на доме сейчас хорошо зарабатывает. Да не буду я ничего подавать. Мне это не нужно. Я обеспечиваю дочку, и все хорошо. Как поверить в себя? Проделайте практики. Прослушайте медитации, аффирмации. Начните с собой любоваться, с собой разговаривать. И говорить, что вы самая лучшая. Таня уже и надоедет. Я вот с собой даже в зеркале разговариваю. Ну, этого не скрываю, честно говорю. Таня, вы в Краснодар переезжаете? Ну, думаю, да. Подавай на алименты. Да я не хочу. Зачем? Какой смысл этих алиментов? Нам хватает. Зачем? Пипец вопрос. Авокадо. Да, бывают и такие личности. Ты хорошего, хорошего, заслуживаешь самого лучшего. Спасибо, моя. Тебе нравится Варзиков? Нет. Он сейчас один, нет, не нравится. Расстались с Лешей давно, уже очень хорошо безустроился. Шикарно. Каким бы он ни был, он отец. Вот мне в свое время, когда была маленькая, было плохо, что отца не было. Согласна. Та же самая история. Танюша, все будет у вас, дочь и супер, я уверена. Спасибо, моя хорошая. Спасибо, авокадик мой. Лапочка. Не плачь больше, никто этого не стоит. Красотка. Спасибо, Бармина. Ты уже готова к билетам по вождению? Ну, можно сказать так, да. Я допустила всего лишь одну ошибку глупую. Привет, ты Самарова. Очень красивая. Очень. Привет, Самара. Привет. Ты просто красотка и все, Тань, ты супер. Танюш. Ой, нравится внешность Яны Шофеевой. Ну да, прикольная девчонка. Такая милая, симпатичная. Таня, ты сейчас с парнем, который был до Безуса. Я с ним общаюсь, да. У меня к нему очень сильная симпатия. Я вижу, что и у него тоже ко мне. С кем из подруг сейчас общаешься? С Юлей Белой. Ты очень красивая. Спасибо, Джулия Сергеевна. Спасибо. Я что-то пропустила. Мими Аннет. Не понимаю, про что вы. Танюш, даже не вздумаю к нему возвращаться. Ничего не поменяется. Я согласна. Поэтому у меня даже в голове в моей нету. Потому что, извините, то же самое переживать я больше не готова. Я работаю с психологом и работаю для того, чтобы как бы все это отпустить внутри себя до конца. Я как бы отпустила, но до конца нужно еще доработать, чтобы ничего абсолютно не осталось. На улице подходит знакомиться? Подходит много. Зубки огонь у тебя? Ой. Ну, хоть кто-то сказал. Спасибо большое Марина Лугина. Заметь, их рейта 0,1%. Танюша настоящая, все это видят. Спасибо, Вармина. Спасибо, мое золото. Привет, Казахстан. Привет. Вот сегодня такой эфир, что я всем успеваю отвечать. Вы представляете? У тебя есть дочь, а это главное в жизни. Все остальное мелочи. Только потом, понимаешь. Иришка, 19,02. Конечно, я полностью согласна. Дочь моя, это вообще моя вселенная. Здравствуйте, Таня. Не стоит ждать его, если Леша не нуждается в тебе. Нет, конечно. Куда ты собиралась переезжать? В Краснодар. Привет, Хакаси. Привет. Привет, привет. А, да, да, сук. 10-12. Меня тоже зовут Таня. Я знаю, что мы очень сильно и никогда не сдадимся. Все, перетерпим. Конечно, мы, Танечки, такие. И в огонь и в воду. Желаю вам с дочерью счастья, любви, здоровья. Спасибо огромное, взаимно. Привет, Крыма. Привет, Крым. Губки очень красиво получились. Тебе идет. Спасибо большое. Спасибо моему косметологу. Жаль. Желаю быть счастливой. Спасибо. Девчонки. Я вам так благодарна. Вы все у меня, я хочу сказать, что самые-самые замечательные. Будьте всегда сильными. И я, вы знаете, сейчас, наверное, выгляжу именно тем человеком, который испытывает самое большое счастье. Потому что меня будят, мне желают спокойной ночи, сладких снов, обо мне заботятся, меня ценят. И мне постоянно звонят, спрашивают, как я, как мое состояние и все остальное. И вот я сейчас себя чувствую от таких вот мелочей, вот совсем мелочей, самым счастливым человеком. Я становлюсь от этого сильнее, мне хочется покорять этот мир просто. Мне хочется делать и делать, и делать, идти куда-то вперед, двигаться. И я просто благодарна, что вы сейчас в эфире здороваетесь, знакомитесь, пишете такие приятные до глубины души слова. И я отвечаю вам полной взаимностью. И я вас очень всех люблю. Просто обожаю. Скриньте, скриньте, это вам. Кто заскринил? Кто заскринил, пупсики? Мне было так тебе жалко, когда ты была на доме, а сейчас ты супер. Спасибо. Спасибо, Татка. Ты специально так говоришь, что без узнал? Нет, совершенно. Я говорю все от души, как думаю, как чувствую, как есть. Леша, он тебе пишет, типа, он Афину и Мия любит и будет редко по видеосвязи общаться с ребенком. Может быть, все может быть. Так уже было. Как долго еще пробудете в Сочи? Не знаю. Вообще, вот я сейчас пока думаю, что как к чему. Я, я. Заскринили, пупсики. Так, приветик. Давайте попытка номер два. Кто не успел заскринить, это для вас, мои любимые. Успели? Я вас обожаю. Вы моя самая лучшая поддержка. Где вы сейчас, в каком городе в Сочи? Куда переезжаете? Пока еще никуда, но смотрю квартиры в Краснодаре. Ну, а сейчас вот 18 сентября у меня билет в мой родной город Губкин, самый чистый, маленький город. К человеку, который просто сводит меня с ума, я поеду туда на сессию. Ну и, конечно же, встречу с ним. Да, успели, нужно делать ставки. Приветик из Белгорода. Приветик, Белгород, как у вас обстановка? А молодой человек в Краснодаре? Нет, в Губкине. В моем родном городе. 50 тысяч в месяц отдавать за квартиру, конечно, много. Ужасно много, честно, девочки. Она того не стоит. 30 квадратов, ремонт, но так себе 50 тысяч очень дорого, очень. Не жалко уезжать из Сочи, жалко. Потому что здесь море. На что сейчас живете? Только реклама? Нет, еще есть дополнительный заработок. Таня, ты достойна лучшего. Спасибо большое. Julia89. Танюш, ты шикарная девушка. И впереди тебя с малышкой ожидают большое счастливое будущее. Вы достойны этого. Татьяна Ким. Спасибо вам огромное. Я даже не знаю, как передать свои эмоции, но в моей душе сейчас очень тепло от вашей поддержки. Вашего тепла, знаете, оно как передается. Чувствуется. Приветик из Воронежа, Танюш. Приветик, Воронеж. Я там жила. И я, кстати, туда приезжаю на вокзал. 19 сентября. Красотка. Собираешься покупать себе жилье? Пока вот покупка не состоялась на последнем этапе. К сожалению, все отменили. Я была очень расстроена. Поэтому буду, конечно же, еще и еще пробовать. Я сдаваться не собираюсь. Может, я, конечно, лично спрашиваю, нет за что. Ты полюбила Безуса? Нет. Афина пошла или еще нет? Что сказал врач? Афиночка пытается сама ходить, отпускает руки, делает два шага и падает. У нее еще, к сожалению, есть страх. Врач сказал, что ничего страшного, ничего у нее с ножками нет. Она пойдет. Просто у всех детей это все по-разному. Индивидуально. В Белгороде все спокойно. Слава тебе, Господи. Танюша, найди нового человека и не нужно возвращаться к прошлому. И к лучшему тем более. Ну, я тоже с этим согласна. Я, знаете, я сейчас общаюсь с человеком. Он не был моим бывшим. Мы не встречались. Мы просто общались. Просто он меня на протяжении всего времени поддерживал. Очень такое прям теплое общение. И я душой в него влюбилась. Прям очень честно скажу. Какую машину хочешь. Либо эту, Господи. Hyundai. Господи, я забыла. Solaris. Solaris. Либо Toyota. Camry. Camry, Camry. Как будете справлять годик? Мы же уже годик отметили. У нас было 25 июля годик. Таня, где хочешь жилье купить? В Краснодаре. Хотелось бы увидеть тебя вживую. Марин, где вы живете? Если в Сочи, то с удовольствием. У вас линзы одеты, да? Ребятушки. Я вас... Я спросила, не любишь, что ты Безоса, что ты его полюбила? Он же неадекват. Знаете, как... У меня были просто... Просто сильные чувства, тяга и все остальное. Сказать, что была любовь, не скажу. Нет. Любви не было, к сожалению. Я это поняла. Годик уже был давно. Да, в Омске, к сожалению. Ну вот, до Омска, может быть, когда-нибудь я, конечно, доеду, чтобы посмотреть. И обязательно к вам загляну, если не доеду. С мамами не общаетесь? Нет, никогда не общались, и даже не знакомы. Ну, как так, по видео. Общались чуть-чуть. Как ты на это смотришь? Вы обычно или считаете себя высокомерной? Нет, не считай себя высокомерной. Где Афинушка? Сейчас я покажу. Вотень-пупсик. С няней, да? Вотень-пупсик. Мы барабаним. Барабаните, барабаните. Пупсик мой. Зубки мучают нас, маленькие зубики мучают, пупсик. Вот счастлива, спасибо. Спасибо, мои хорошие. Ребятушки, любимые мои, я благодарю вас за этот прямой эфир, за столько теплых слов. Я заряжена именно вашим вот этим вниманием, вашими комплиментами. Я желаю вам всем хорошего вечера, прекрасной рабочей недели, и самое главное, всегда улыбайтесь и будьте самыми счастливыми. Спасибо вам большое за этот прямой эфир. Я очень всем благодарна. Ко всем отношусь с теплом. И даже если это хейт, просто будьте счастливы. Я вас обожаю. Я постараюсь выходить в прямой эфир, и, конечно же, я буду вас заранее об этом предупреждать, буду писать, потому что так вот спонталыку, как говорится, да, не все о нем знают и смотрят очень маленькое количество. Мы тебя любим. Спасибо, спасибо, и я вас очень люблю, обожаю. Все те, кто заскринили, пусть я буду у вас в телефоне с добром, с улыбкой и с вот этим вот маленьким оготком. Я вас обожаю. Всем пока-пока, хорошего вечера.